Как избавиться от чувства вины? Ну, прежде всего, нужно понимать, что чувство вины — это сформированное состояние. Оно тебе не принадлежит. Ты технически не можешь испытать чувство вины. Формируется оно, как правило, либо другим человеком, либо собственным. Чувство вины — это такое специфическое состояние, негативное, при котором твой фокус внимания направлен на действие или бездействие, которое стало, или, как тебе кажется, стало причиной негативных последствий для другого человека. Другой человек манипулирует тобой и твоим чувством вины. Каждый раз, когда говорит тебе фразу «Вот из-за тебя теперь» или «Вот теперь мне придётся». Или это ты виноват. И манипуляция — это направлено не только и не столько для того, чтобы ты испытал чувство вины, сколько для того, чтобы ты начал делать поступки, которые выгодны этому человеку. Делать то, что нужно ему. Что в этой ситуации можешь делать ты? Во-первых, нужно запомнить фразу, выцарапать её циркулем или ногтями у себя на двери в туалете, чтобы видеть её каждый день. Есть только один единственный ответственный человек за всё происходящее в его жизни. Это он сам. Если речь идёт про твою жизнь, то ответственный ты. Если речь идёт про жизнь другого человека, то ответственный он. А это означает, что даже если ты кого-то обманул, кинул или поимел, то как минимум 50% акций, как минимум 50% ответственности за это лежит на нём. Потому что с одной стороны ты его ограбил, допустим, но с другой стороны это он позволил тебе себя ограбить. И вот это резко переворачивает ситуацию с ног на голову. Это первое. Второе. Нужно определить. Та проблема, о которой человек ноет, та проблема, о которой человек говорит, она реальна или она высосана из пальца. Если она высосана из пальца, то всё, что остаётся, это покрутить пальцем у виска и отправить человека с миром. Если же проблема реальна, то ты можешь дать ему понять о своей готовности помочь в решении этой проблемы. Но помочь нужно дать понять, что никакого взгляда в пол виноватого с твоей стороны не будет. Будет либо помощь в решении проблемы, либо, извините уж, как-нибудь сами. Это то, что касается другого человека. Что касается социума. У нас в культуре есть ряд ситуаций клише, набор таких макетов ситуаций, в которых человек как бы априори должен чувствовать вину. Например, школьник, завалив экзамен, должен чувствовать вину перед родителями, которые целый год платили за репетиторов. Футболист, не забив решающий гол, должен чувствовать вину перед командой. Ты должен чувствовать вину перед друзьями, когда, играя в правду или действие, например, отказался лезть по уголам на березу. Потому что, как же так? Это же игра, мы же все играем по одним правилам, мы договаривались. И прочее, прочее, прочее. Что с этим делать? Нужно выписать наиболее часто встречающиеся ситуации в твоей жизни. Как правило, они связаны с определенными людьми, с определенной группой людей или с определенным человеком, в которых ты чувствуешь вину. Их нужно выписать, осознать и не дать этому тобой манипулировать при помощи чувства вины. Знать, что это чувство не твое, оно сформировано, и что ты сам можешь выбирать, как отреагировать и вообще, что чувствовать в той или иной ситуации. До связи.